ну хорошо ухожу я в смысле просто вдруг ты не знала да там вода вот у вас если что есть там чайок я надеюсь там реально классно у нас очень аутентично я захотелось в рубашку я смотрела подкаст один с журавлем и со шведом вообще просто не так показалось диму лес ведь наверное надо как-то не наряжаться я хотела футболка в шорты а вы блять все в рубашках со второго дня свадьбы я подумала что это как бы достаточно вот у тебя прямо по лесному а это в рубашках наглаженных а я блять вот прям реальный комаров вот только что иду этот ладно разные люди просто хотела пожаловать но это пикник за грибами приятно что вы нарядились спасибо потому что вы вновь спасибо что пришли вообще вы спасибо что позвали эту чем вот сидим рассказываем страшные истории вот одна маленькая девочка вот что-то типа этого да говорим каких-то мистических вещах возможно о страхах говорим всяких вот о реальных и нереальных вот может быть какая-то что-то хотел сказать не может какая-то есть у вас не знала что-то может с вами происходило в жизнь странная да какие-то потусторонние паранормальные не знаю честно говоря очень сложно я пыталась что-то вспомнить но у меня вот прям действительно какой-то затык единственное что что меня тетя возила к бабке вот которая мне нагадала но я уже об этом натальной карте просто рассказала она мне нагадала она мне нагадала она мне нагадала что у меня отец отца посадит за махинации на работе а он дальнобойщик и по самом деле есть еще одна веселая история правда не моя но то есть моя знакомая она играла в хабаровске короче под хабаровском ну так же много каких-то поселок поселки хор хору живет женщина она просто она тебе просто руками ставит диагнозы она вот так просто руками провела я грунга вот она говорит ты не переживай у нее есть подстраховка у нее аппарат мртс а правда в поселке отл как ставят диагнозы мне понравилось поселки норм нет я ну я скажем я считаю что я на 70 процентов все-таки я скептик потому что я в такие вещи особо не верю и если мне единственное как бы что меня не отпускает это ощущение что если я ночью как бы иду в туалет то мне нужно быстрее 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 потому что в окне кто-то отражается и вот это но это какой-то просто вот и легкая паническая атака на ночь глядя но это вот у тебя подсознание как раз работают информация работает как будто бы да вот что-то такое так в целом то есть я обожаю битву экстрасенсов просто вот обожаю 14 сезон мой самый любимый два раза угораешь но нет нет там зелено бывает актерская игра что я просто это поразительно женщина орала господи они сами в это верят там есть ряд людей которые сами в это верят а есть ряд людей которые просто ну просто артисты как они там раскручиваются вот первый сезонах же там несколько миллионов стоило чтобы попасть каким-то победить экстрасенсов шоу надо было там заплатить кучу денег что просто напопасть на сеанс что такое кстати я в телеграм-канале в телеграм-канале кинула клич типа если у вас есть какая-то история связанная с магией или что-то такое пожалуйста напишите расскажите и значит написала девушка сейчас господи найти бы еще а по поиску можно да да а у тебя было что по поиску миллиона хочешь найти вот сейчас сек ну моя мама как большой фанат битв экстрасенсов решила купить сеанс у джулии ванг еще в 2017 году на сеанс пришли я и моя мама в итоге она реально досконально рассказала все моей маме и все что она сказала сбылось а мне она сказала что я сопьюсь и повешусь если не брошу употреблять а мне было 14 в итоге спилась и умерла только моя подруга пожалуйста а сколько на интернет заплатил не написано у нее было очень классно и какой-то суперская погоняло у женщины как у жулии ванг вот джулия ванг она снималась вообще в клипе группы динамит да да красивые слова замысл это женщина которая там да это джулия ванг а потом она резко стала победителем 15 сезона битвы я реально рекомендую посредством битвы экстрасенсов почему очень интересно класс интересные участники прям реально во первых во вторых там завертелось история любви александр шепса мерлинки ро было невероятно интересно наблюдать а в третьих там были самые классные испытания типа очень круто поработала креативная команда реально офигеть как интересно было смотреть правда честно класс конечно же мы не будем битвы экстрасенсов же и человек из камеди баттл побеждал тоже до тима ферденко из новосибирска чувак а он играл в квн с моим коллегой удивляться он играл в квн с моим коллегой с одним из авторов женского стендапа он говорит даже тимуха он же сумасшедший мне кажется лукавиш когда ты говоришь что-то скептик на 7 я слышала ты веришь в это все нет я не верю я восхищаю но я не знаю как сказать вот то есть я смотрю мне это так интересно то есть меня я как зритель кино да я обожаю гарри поттера но я знаю что этого не существует я прекрасно это просто как фантастика мне это безумно нравится это интересно потому что такая ну типа я понимаю что что этого нет но это интересно а вы ольга вот по поводу этих бабок повитуха прочего вот меня есть там две истории одна с тем что мы когда учились в институте была какая-то бабка который надо ехать на тебе все скажет нагадает в чем еще вот как вот у нас по такому критерию вообще определяли насколько чек профессионал в этой сфере если он берет деньги это все продукты одеялами да вещами не по честному действительно на день но просит сбирками и чеками бонусами спасибо спасибо работа и вот одногруппницы съездили атака я тоже съезжу все там несколько ну на будто палку колбасы там хлеба что-то просто продуктов купишь ей все и я вот собиралась 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 и женщина это умерла я поняла что мне не судьба мне не надо короче я так сделала что мне нужно гадалка мне вот бог отвел от того что она мне что-то расскажет а вторая у меня она группа не садика хижинская она деревенская девчонка и она увлекалась хиромантии вообще в этом разбиралась умела гадать по руке это что я об этой тоже слышала сфере именно хиромантии что гадать нужно раз в жизни ты один раз человек погадала больше не надо в это соваться больше не надо каждого года ходите по руке спрашивают что тут один раз тебе рассказали я вот мылом сильно тут линия жизни почему нельзя ну как будто вот это какое-то гадание одно на всю жизнь нельзя много раз гадать в руки но тебе гадали да и она мне погадала руки пороге она мне нагадала в институте знаете что у меня будет про любовь первый раз типа будет любовь недолго неправда 2 будет там еще какая-то а вот третий будет настоящая на всю жизнь ну вот это же мне кажется что она тебя наоборот а еще она мне сказали что это пиздец а еще она сказала что ты всю жизнь будешь сама работать никогда не будешь сидеть на шее мужа ты будешь самодостаточной будешь сама зарабатывать она по мозолю на руках смотри оля как на тебе вот смотрю она тебе сказала у тебя будет первая любовь несерьезная недолго и неправда вот и встречаешь какого-то чувака да это вот я тебе расскажу почему нет нет я об этом даже не вспоминал когда нагадала почему недолго и неправда потому что молодой человек который встречалась у нас это мой первый парень у нас не было секса не дошло мы были ну студенты молодые как-то просто вот целовались а впоследствии он понял что он у него неправда была ко мне не настоящая и что вот то что после тебя парень стал геем тебе не накидывали что такое накидывали не после меня после армии армия реально у нас хабаровский один был единственный гей на всю на весь хабаровск вообще вернулся геем вернулся откуда из армии ушел в армию вернулся геем да 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 очень часто можно я был вот есть такая тема приворот вы как-то сталкивались подобным может кто-то из друзья родителей мотива тусовка мамы папы когда вот у них есть своя какая-то компания и одна из одни из друзей значит моей семьи мужчина и женщина и мама мне рассказывала потом когда же постарше стало говорить типа ну вот там детька лишь его важна приворожила он же был женат она ходила рисовала там эти все какие-то символы вокруг квартир где он женой состоящий жил и она прям его отбила не то что как под женщина еще как колдунья на его заворожила какие-то рисовала там символы же волосы глачу она только не делала она прям атаковала там жестко вообще-то символов курсу и узел ну вот вы его взяла он ушел и вообще а его не смущало это не знаю это я уже не помню позвонить просить сейчас как раз в благовеченске сейчас но что он такое время видим старается бабать ну я не знаю вот конечно он она не просто же рисовала символ как-то еще общалась с ним так одну как женщина мужчины не знаю женатых при встрече скала что прям вот этот мужчина и любой ценой я его дать вот это любила себя наверное сама да а у нас просто хотела добиться результата такое тоже может я так боялась детства это женщина рассказала и так думаю ой ой рассказываю я вспомнила я боялась эту женщину я сразу кого я боялась блять это короче у меня бабушка жила на ну в частном секторе то есть улица одна улица которые вот частные дома и в самом конце улицы самом вот разбитом доме жила женщина никто не знал очень как ее зовут шейкина все шейкина шейка ирка шейкина и все ее боялись потому что думали что она какая-то ведьма она ходит шепчет там все это и просто и мы дети мы так то есть у нас же какая реакция сразу надо ей как-то вот я помню что мы набирали грязь типа ведро и возле калитки вываливали или там когда нашла по улице мы на крыше типа загорали вот она шла и мы там прятались чтобы она нас не увидела не сглазила там не убит но откуда это пошло у меня конкретно потому что бабушка рассказывала что когда-то типа вот давно сколько-то лет назад у бабушки были то ли гуси то ли кто-то и вот одно озеро там вот какое-то было водоем небольшой типа вот в конце улицы и там плавали вот бабушкины гуси и она их всех потравила и все ведьма ведьма ну мне кажется просто потравила несчастная пьющая женщина была вряд ли ну вот мне кажется просто что в каждой деревне или в каждом частном секторе вот сто процентов такая какая-то женщина есть которую либо вот все боятся либо все боятся либо наоборот все ходят типа лечиться и все остальное ну деревенских особенно а просто у деревенских я готовился есть черная магия ты когда ты обращаешься к темным силам к слугам сатаны и непосредственно может быть даже к сатане там разные каналы есть белая магия когда ты обращаешься к дамблдор да вот но нет на самом деле там обращаешься каким-то природным добр добреньким силам ветер да там песок вишня крупная а в деревне там произошел удивительный синкретизм там смешались белая и черная магия получилась серая деревенская магия и то есть деревенские магии они настолько универсальны что могут обратиться и нашим и вашим поэтому там считается такое наиболее сильная школа кунг-фу не не сильнее не наиболее сильная черная а такая в наиболее универсальная я вспомнила про вот эти вызовы гномик материи черную дыру вызывали в лагерь в санатории какой-то научный лагерь нет расскажу санаторий мы были вызывали черную дыру значит в чем там был смысл отвечу говоришь три раза черная дыра приди в полу но те естественно в стене открывается черная дыра ты туда прыгаешь и там есть куча разных сладостей и 30 секунд у тебя есть чтобы все это быстренько набрать и если ты успел за 30 секунд типа вы выбежать обратно все молодец а если нет тебя там черная дыра ты остаешься внутри получилось как оправдание употребление курительных маленькие были мы протоколе я чисто за сладостями нырял такие себе конфета с ананасом обалдела на вкуснейшую кислое вот это да она кислое с кислинкой вкусные вкусы нравится тебе да папа приказея наша а я у нас в сказка или такой вот он который его так нажимаешь он потом восстанавливает форму обратно резиновый это химоза американчина все утром благодарю все силы продолжать по поводу по поводу паночки значит у нас была популярна звать паночку это самое страшное это типа пиковые дамы вот палочка вот эти в общем и мы в школе вызывали это все угорали так как все больно серьезно но как-то вот я иду по улице во двор домой а у меня мои подружки лучшие сестра старше на петле старше стоит и во дворе чистит ковер от крови видно что кровь пятна крови на ковре нас этого моет но затем раньше во дворе выбивали ковры мыли все она во дворе это моет я пассажирую вальтипа что случилось она говорит что типа и она такими бед бледное лицо напуганное гостю потом расскажу и я потом допутываю свою подружку грусть что случилось она это не вызывали паночкунуть по старшики на 5 лет старше старшики все по серьезному было вызывали паночку у них квартире по три моей подружки и девочка была ну в общем тогда объяснение было такое что паночка вызвалась у нее начали 20 человек и прочее вызывается паночка на так стоит с кровати начинает гоняться за всеми этими детьми по квартире пытаться душить и они помните где пост девяностые во двухтысячные были такие межкомнатные двери со стеклина обязательно какая-то она еще была рисована там кул как-то сделала матовая в общем обязательно было стекло очень безопасная дверь для детских комнат и они закрыли с этой дверью межкомнатная и она разбивает рукой и режет себе всю руку стеклом что капает кровь и очухалась когда она себе раз порезала себя а вы звали типа вселяли в кого-то в нее вселилась-то палочка да когда ты вызываешь паночку ложится доброволец и значит остальные вас остаются вокруг и вызывают круга вызывает человек она вселяется но тогда конечно мы объясняли себе что вызвалась паночка ну естественно просто паночка пришла а потом уже годы спустя я думаю насколько девочка либо впечатлительная какая-то не в себе что она пошла душить людей развивать стекло руками сильно поверила резонансных колебаний подскочить давление надавить на какие-то центры в голове а когда она порезалась давление соответственно упал может какой-то этиловый спирт повлиял на это но не не но было жутко в детстве конечно это это не вызывали но я узнал случай я думал что к этим гадалкам и и выражаем ходят только женщины тоже представляешь нет у меня просто не было в моем этом да оказывается мужики да можно было привораживаться только в баню женскую смотреть ходим ну типа женщина хочет какой-то знакомый какой-то тиндер закрыли это вообще не гендерный прикол это же вопросы когда коньеры и то есть даже обратимся к моему любимому дошу битвы экстрасенсов там же просто полно этих мужчин которые вот как бы этим занимаются очевидно что это вообще абсолютно не женская тема блин как-то вот конечно хочется этих людей соединить женщины кто приходит горит я одиноко вот никак не могу найти мужчины приходит я одинок этим занимается брачное агентство но это же порицание за деньги за большие что приворот приворот как делайте бога ради это не ну как бы это не работает это но это не существует делать деньги несут там последний знаешь выгребаются свои этого за сберкнижки в эти деньги женщины последние деньги кредиты берут иностранцам которые в контакте написали с ошибками вообще уже какие вопросы привет я том харди давай трахаться берут кредиты какие отправляют какие-то огромные суммы вообще да есть такие истории потому что вы очень добрый а моя любимая история как женщина не помню в ком городе вот пару лет назад сходила к гинекологу онлайн просто по видео а он потом сказал типа я это видела лью бабкина да иначе там 200 тысяч или сколько-то было типа иначе вот видео в интернете что на сей счет говорит телеграм а у нас интересно кстати там одна женщина тоже написала что есть история про какую-то знакомую которая сходила к александру шепсу а в итоге попала на мошенников на 10 косарей развели александр шепс это какой-то победитель битвы экстрасенсов мы с вами перед началом съемки написали наши телеграм-канал и пожалуйста подписывайтесь а запрос срочно есть у вас истории связаны с колдовством и магией поделитесь мы бы хотели какие-то зачитать вот например истории мой фаворит порча на понос бывшему решили по фану с подругой нагадать ему сочный понос по инструкции с первого сайта в гугле у него в натуре случился понос пожалуйста у меня есть похожая школе с подругой не любили одноклассницу решили нарисовать ее на листочке во время урока проткнули циркулем рандомно что-то в области лица по приколу и она как закричит на весь класс у нее из носа и рта кровь пошла на очко и подсели который этим же циркулем и нарисовали танцовка да вот эти интересная история как мне кажется без прикола но правда мне кажется это как работает сила самовнушения не знаю что это но я такое часто слышала папа как-то чинил машину буквально полностью перебираю по болтикам на другой день должен был ехать другой город все починил лег спать через несколько часов вскакивает со словами болтик не докрутил и убежал в ночь пришел через несколько минут рассказывает спит он и сквозь сон слышит крик женский ты не доделал тамбом он вскочил не понял какой болт но пошел проверять оказывается и правда что-то не докрутил а на следующий день он уехал и ударил мороз 36 градусов просто если бы сломался в дороге без инструментов замерз бы у меня мурашки пошли у меня вам так колесо отвалилось вот это интересно бывает что я просто я помню что я таких историй много слышала что что-то найти вот что-то интуиция пойти там повернуть или не поехать на этом поезде или что-то еще вот много таких историй я читаю в детстве короче в школе когда у нас там была тема про сны почему-то на биологии реально есть вот это помните такой большой учебник белый и там действительно была вот тема про сон и там было так интересно я читала истории о том что как работает типа внушение во сне то есть что по моему какой-то мужчина ему во сне приснилось что его в грудь ужалила змея а потом он женился а потом оказалось что у него рак то есть груди она как и ты знаешь во сне вот это внушение как бросает курить то есть слушать эту кассету где повторяют что там курить не куришь гипноз какой-то типа и те внушение через сон гипноз это другое это реально же все воздействие через мозг а вот это вот ну это же просто какой-то наить и как это случилось по бартеру предлагали там эльвиры хромченко какой-то эльвиры волшебницы она она хотела бы с вами встретиться по бартеру сделать гипноз какой-то может какая-то есть запрос на какой гипноз ну блять а какой-то не запрос может быть на гипноз и валер а давайте от курения загипнотизируем коллаборацию говорит давай приходим на и в общем я говорю давайте конечно мы с вами встретимся с новостью пропал она пропала как кашпировский на людей действовал вспомните а все секты 90-х нулевых когда когда это просто рассвет был какой-то ну да потому что такое время было смутно я еще верю очень сильно влияет энергетика человека то насколько сильно ты можешь внушать что-то людям это да безусловно очень мощно ты имеешь такой какой-то посыл массы что ты вот ведешь свой людей плохое хорошее дело политики артисты вообще а ну руководители сект это просто я у меня нет слов это какая-то кузя например а бог кузя помните такого ужасного кузя вы не помните который вот такой игра компьютерная нет это был человек у него была секта он был в ней богом звали его кузя он ну там жестко бы вступал в половые контакты абсолютно со всеми прихожанками своими но он выглядел так что вот но ты увидишь его вот среди всего состава метро вот с кем угодно но не с ним господи вот уже как-то женщина уговаривал на это надо надо налить в уши вот этой воды а как они помните где там еще тогда интернета особо не было в газетах писали что какое-то где-то в городе сектанты где-то забились под какую-то землянку где-то под землей бункере не помните вот это на себя писали сидят не едят закрылись бензинский какие-то что-то такое да я забыл как их сектанты с детьми и там женщины не сели там не ждали конец света вот жесть просто это уже ужасно просветантов повеселилась сильно у нас во владике на секта сейчас запретили владикавказ и там значит у них по их теме должен был учиться конец света все должны были умереть они остаться и было весело как они ездили по городу и выбирали себе дома когда все умрут здесь буду жить моя мечта когда время замрет и я могу ходить по торговому центру и объедаться в детстве мечтал вы когда умирать вот будете во время конца света можете на ковер падать очень понравится и оплатите коммуналку но в итоге не дождались бы не случилось не фортанул не на то поставили а ванга говорила реально и шириновского никто не слушал не знаю вообще ну надо этому короткий ликбез вообще понятийный аппарат определить магия это соприкосновение человека человека из грубого мира с тонким миром но миром который мы не видит тонкой материи тонкой материи да он она везде пронизывает вообще все пространство просто мы его не видим естественно кинг все писал да но естественно есть определенные места где тонкой материи там большая плотность и обычно это места считаются местами силы какими-то аномальными местами там вот можно буквально прочувствовать на себе магию кроме того есть определенные предметы тоже вокруг которых средоточена большая концентрация данной материи это вот разные амулеты талисманы прочее и почему я все это вам говорю потому что я тут сижу такой угораю с вами а я сам присутствовал на магическом обряде изгнание сущности из я боюсь вот эти видео я боюсь смотреть даже дабы не быть голословным естественно а я присутствует просто для тех информации с пашей там мы все это сняли на видеокамерах хочешь показать да я боюсь эти все видео хорошо что я плохо вижу там никто не будет небольшую предысторию сейчас вот это наш друг шаман вот эта женщина мы с ней познакомились это утро сентября двадцатого года познакомились такая довольно скромная интеллигентная женщина но бывают у нее такие периоды когда начинать говорить не своим голосом внезапно срывать каждый месяц я знаю да 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 сейчас такой переда да будьте осторожны а у нее два раза в месяц представляете это климаксу близко вот и в общем мы поехали это недалеко от пятигорска на склоне холма есть вот особая аномальная зона женщину поместили в данную зону день дальше думаю все на видео ладно смотрим будет на каждом это на звук издает нет это мужчина до свести а мужчина шаман какой-то да вот или священник это вот скептик у нас был наш водитель он не священник он просто какой-то надо чтоб священник изгонял ничего вообще не знаете вот это ведьма еще присутствует а вот началось я боюсь такое скептика конечно это не смутило никак она в ходе этого сеанса говорила на старомонгольском языке и с цыганским акцентом там все еще не вспомнила блять я птик устал отпустите уже его ой мистика костер по мамочке видимо пописать пошла да но это хайлайты скажем так продолжалось около часа сама страшность подобных видео как она рут там женщины что что она типа ты как бы эту женщину же видел да даже не постановочная женщина нет ну по крайней мере было очень глупо ради нас разыгрывать этот спектакль но правда там никакой отдачи не финансовой никакой от нас бы не было что это вот что это как ну как если использовать формулировки непосредственных участников в наше энергетическое вот это вот тонкое тело иногда могут проникать до подселяться определенной сущности это могут быть недавно примеру умершие родственники там один из случаев если но умирает дедушка через какое-то время рождается ребенок через небольшой ребенка называют в честь дедушки а дедушка здесь находится он же устал не а дедушка такой вот так это ребенок со старым лицом просто да и он как бы цепляется к ребенку кроме того дальше там уже совсем и подцепляется плохом смысле но вот он присасывается к энергетической оболочки то есть и ребенок теперь может себя и как ребенок идентифицировать как дедушка мем такой есть эдакая бинарность кроме того но там дальше совсем говорю странные вещи могут сущности из параллельных миров попадать и тоже присасываться могут в принципе какие-то блуждающие духи у этой женщины например это передавалось по наследству то есть у нее бабушка являлась носителем это вот это и серебряные вилки да я сейчас я опять таки ну как это я цитирую это не то чтобы я погнал сейчас пора уже водички попить занятие с носителем буквально сущности бабушка из-за воздействия возможно этой сущности тронулась умом возможно просто это характерно для бабушек в позднем возрасте и фактически устроила самосожжение у себя в квартире нет это что она она накидала тряпок каких-то подожгла и задохнулась господи ну и соответственно после смерти это сущность по наследству перекочевала женщине и защититься от этого крайне сложно по словам специалистов только есть охотника за привидениями вызывать да а вот в итоге закончилась чем вообще она как продолжается не продолжает эту терапию есть какие-то положительные изменения но психологом как психолог да 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 я говорю это из одной из одной корзины специальности вот у нас был этот священник павел островский знаете такое да 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 он рассказал историю я не знаю как не относиться что как-то раз жена ему говорит смотри на улице шел снег и посмотри там женщина замерзает я смотрю из окна действительно какая-то женщина судя по всему нетрезвая вот ну там сидит я вышел стал ее кантовать типа женщина что с вами она типа вообще никакая ничего не отвечает я взял ее думал отнесу в подъезд чтобы не замерзла дает его поднимаю зала шу в подъезд кладу что-то пытаюсь на это вообще говорится общается я лету хожу и типа вот так не перекрестил идут она говорит ты чё делаешь а поднимает голову ты чё делаешь я испугался я и она говорит ничего пашенька испугал ёб твою мать по имени я вообще сильно очканул и убежал домой типа вот а должен был достать крест и библию как в кино показывать и спасти он не ходил на эти курсы а да вот при том что ну он же выглядит абсолютно здравым да то есть как-то я не верю что он такое так придумали историю ну да и мы не такие важные люди в его жизни чтобы он хотел нас но он же довольно известный человек он там вообще все могло быть реально я уверена за шестуном также следят они выходят их не и просто не сменили они дежурят по 12 часов по моему да может просто она узнала его не думал он об этом но история жуткая это интересно вот реально вот я вообще в целом вот вроде скептик но когда какие-то такие необъяснимые ситуации но я просто не могу их объяснить но какое-то объяснение из разряда вот что-то потустороннее мне как-то не позволяет деле разоблачителей этих теорий у них есть довольно много инструментов с помощью которых они все это объясняют более-менее рационально например вот в тему церковных вибраций назовем это так на одном предприятии люди видели призраков и никак никто вот в конкретном месте приехал туда мужчина и он тоже начал на этом месте находиться работать тоже начались какие-то галлюцинации но он взял себя в руки и вовремя отключил вытяжку оказалось что вытяжка работала и это получается ультразвук по моему сдавала ну вот нее шли звуковые волны на определенной частоте которые ухо не фиксируют осознание фиксируют и соответственно возникали галлюцинации да 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 конечно жуть но по-разному а можно объяснить у меня была познакома она жила в южной америке и она говорила что я горит по ночам слышу что в доме кто-то разговаривает и мне очень страшно в итоге знаете что это было это был попугай летал по улице там летал пульсом попугай слышит людскую речь и где-то садился там на подоконнике разговариваю все что слышу там очень много на самом деле есть но определенные можно было какие-то испарения например отмыть от строительных материалов тоже со временем которые проникают в атмосферу и вызывают какие-то видения до недосып а фотографии вот когда фиксируют на фотографии на этот это вот это монтаж как как ты говорил что чем выше качество съемки тем меньше фотографий с блин а вот эта книга в детстве меня сильно темная такая как она называлась призраки нло и чудовище главы как же я обсиралась так интересно вообще безумно интересное падение каждый изусе помню найти где-то еще мне кажется если есть издательство купить что очень классно и очень прикольно это все не знаю на фантазию что ли на детскую ну вот мы тоже эту книгу да что это так интересно скептицизм ну не там наоборот все рассказывают что вот женщина вага я видела ее похищали на планете они там про вот эти все истории но что касается ну я не знаю могли не могу сказать что верю я или не верю я меня пугает потусторонний если но правда есть я бы не хотела меня это пугает но нло я надеюсь что они и я надеюсь что я застану когда они прилетят я сильно верю что я надеюсь что и есть какие-то я обожаю фильм война миров мне кажется господи хоть бы тоже у нас очень интересно было посмотреть про него классный фильм за последнее время единственного классно вышла там не который где они общались карта да 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 не видение явление языка на это очень крутой фильм да никак про инопланетян по-другому сделать не пугающая страшилка я очень верю я уверенна бесконечная куча я уверенна что куча я всю свою жизнь по лагерям ну то есть детский лагерь там я участница и смен там пионерами за потом вожата работала и так далее и там всегда а в океане тоже было то есть всегда есть какая-то история обязательно кто-то что-то видел пойдемте посмотрим дети там что-то видели ночью и все остальное и ну как бы страшилки всегда вот и ночью то те все рассказываются и вот это все прочее и сюда было страшилка про бабку веронику каждом лагере из изящными для боку карт в каждом лагере вот эта благовещенский прикол каждом лагере есть домик где-то в лесу страшные там же бабка Вероника на ведьма на заколдует есть детей все страшно и все конечно шли искать этот домик естественно gr Maybe zrob analysis или спирál правда был то есть я понял что в лагере мухинка по моему у нас если подняться куда-то на сопку есть какой-то домик, может, лесника, может, там бомжи живут, я не знаю. Но никто не заходил, просто такой домик, домик бабки Вероники, все, мы нашли, бежим обратно, скорее всего, страшно. У нас обед. Надо там бежать в лагерь. Ну, такое. Ну, в целом же можно к этому по-разному относиться. Можно не исключать из своей жизни магии и во все это верить. А можно пытаться как-то объяснить это рационально, быть душным, скучным, неинтересным человеком, который когда начинает говорить в компании, все уходят курить. Я не придерживаюсь ни одной из этих позиций. Нет, это все безумно интересно, и, конечно, это влечет и все такое, но вот... Ну, как художественная книга. Да, да, но это офигеть, интересно поговорить об этом, это обсудить. Ну, когда моя мама говорит, или моя тетя говорит, я к женщине поеду. Они еще говорят, не говорят бабки, к женщине есть женщина, я вот к женщине поеду. Я думаю, да я твою мать, у тебя высшее образование. Вот ты как отскочила, подожди, если у тебя мать в этом... Нет, не глубоко, ну, то есть, вот, что-то есть. Ты же не можешь отрицать, что что-то есть. Мне в этом плане очень нравится мультик Рик и Морти, подача того, что есть вот эти тонкие материи, другие миры, но все это как будто научно объясняется, это все научный мир, вот этих параллельных реальностей, чего-то еще там, петли времени, чего угодно, и мне вот в этом плане мне очень нравится этот мультик, что как будто бы и фантастика, как будто это жеремо все, ну, объясняется именно научно. А Мстители. Мы просто живем в культуре. А Капитан Марвел. А Стражи Галактики. В культуре, которая... Ну, мы живем в православной культуре, но она буквально напичкана различными языческими обрядами, поэтому определенный поиск компромисса в любых мистических вопросах нам свойственен и привычен. Ну, знаете, что еще? Вот, допустим, у нас тут была женщина, которая контактирует с неземными цивилизациями. Да, я поговорил с инопланетянином, с планеты... Через нее, да? Трисо. 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 Трисо? Да. Это не блюдо. Это не... Трисоцкого он был. Вот. И когда мы с ней разговаривали... Как говорится, мисосупа. А она ни на секунду не сомневается в том, что говорит. Конечно. То есть не разговариваешь, она ни на секунду не сомневается, не задумывается сразу, у нее на все ответ. И вот ты с ней говоришь, и они настолько в это верят. Я думаю, когда ты еще общаешься с такими людьми постоянно, вот, в комьюнити, где вы такие, а что там, что там, ты начинаешь все больше и больше погружаться туда, и начинаешь что-то верить. Такой там же и секрет успеха в целом вообще любого дела. Если ты во что-то веришь безоглядно и не сомневаешься в том, что как бы ты там это есть, и ты в это погружен, то, конечно, вообще без сомнений ты добьешься результатов каких-либо. То есть люди, опять же, которые там зарабатывают деньги на экстрасенсорике, они вообще ни секунду не сомневаются в том, что обладают какими-то способностями, и, конечно, люди несут им свои денежки. Вот, пожалуйста, возьмите. Только вот. Ответьте мне на мой вопрос. Захотел варить мангалы, будешь варить мангалы. Да. Пожалуйста. Они же еще никогда не говорят. Вселенная все для этого сделает. Просто все для этого. Они же плохие никогда не говорят овече, только хорошие. Кто? Вот эти вот гадают. Говорят, умрешь. Вот я же тебе читала. Умрешь, сопьешься, блядь, наркоманишься, пожалуйста. А у меня там еще была история, женщина нагадала другой, что у нее будет второй муж, и имя будет начинаться на букву О. Она это четко видит, а она была замужем, эта женщина. Она развелась, докопала своего мужа, развелась, и здесь теперь ждет кого-то. Так, ну да, я тоже подумал, что вариантов не так много. В смысле, была в браке счастлива, зачем? Та же самая история. У меня познакомились, ей сказали, что у тебя будет муж на букву А имя, такая будет любовь на всю жизнь. В итоге какого-то Альберта она встретила. Это он. И что он как? Они даже годы вместе прожили, развелись, там все дела. Она просто в автобусе ехала, увидела, что здесь Альберт Петрович. Ну, видишь, то есть она ее настроила на какую-то букву А. Вот она вот такая, ой, Альберт, это, наверное, про него. Ну, да, все, наверное, действительно сила самовнушения. Либо это правда все. Это правда все. Так и было вот это все. Вот да, вот, господи, я не верила сама. Просто я не верила сама, но я это увидела своими глазами. Вот и все. Это тизер. Вот и все. Вот еще как в фильме фокус прикольно показано, как играть можно со знанием человека. Вот, когда они... Надо было... Когда они ему цифру какую-то... Цифру 24, не помню, какую-то, чтобы он либо поставил на этого игрока, либо что-то вот сделал. И они ему весь день, типа, построили его, что эту цифру, он видит подсознательно. Он даже не понимал. Там нажимает этаж. А начало? Начало вообще. Все правда. Конечно. Все правда. Женщина написала, я крикнула в открытое окно Авата Кедавра, и через секунду там гроза началась. Ну, на самом деле, у меня есть мнение. Пожалуйста. Ну, что люди обращаются к магии, когда физика, химия и различные общественные науки не могут им ни в чем, да, бессильны, не могут им помочь. А вот, может, Гарри Поттер так повлиял тоже на людей, по твоей любви. Ну, вот это то, что Варя говорила. Хочешь в том, что ты веришь. Да. Что ты, блин, где-то тебя ждет. Счастье или деньги, или удача. Что вот ты как бы... Поэтому прямо сейчас... Вообще само по себе удача. Удача. Ну, по факту, вот я тоже постоянно использую это слово. Я говорю, это мне повезло, это была удача. Но, по сути, это же тоже вера во что-то. То есть, что тебе повезло, что это везение, это удача. Удача сопутствует храброй. Сопутствует, да. Хотя, по факту, ты просто там что-то делаешь для того, чтобы получить какой-то результат. Ну, я еще в судьбу верю. Ну, вот это про то, что чувствую, что не надо тебе на этом самолете лететь, и он там разбился, например. Вот мне, я верю, что... Вот это вот для меня самое необъяснимое. Это вот как с этим мужиком. Ты действительно что-то вот почувствовал? Ну, как будто бы вот тебе надо было вот судьба прийти или не прийти сюда, или там опоздать куда-то, или вовремя приехать, не знаю. Как будто что-то... Ну, то есть судьба тебе к этому прийти. Так можно же по такой логике за знаки судьбы принимать абсолютно любые вещи. У тебя было такое? Типа, ой, солнце такое красивое. Да, но я сейчас, мне кажется, не вспомню. Я часто с тобой сталкиваюсь, мне кажется, когда вот что-то... Ну, в работе, например. Ты вот тут хотел поехать на этот проект там поработать и еще что-то. Тебя не подтвердили. Ну, пиздец, расстроился, все, там, деньги не заработал. Просто... А потом раз в эти даты что-то вообще случается, что тебе надо быть в Москве. Ну, какие-то вот эти вот, не знаю, я все время это вижу. Ну, совпадения вот эти, да? Которые кажутся... Да, ну, совпадения. Ну, конечно, это все можно объяснить, но мне кажется... Ты говоришь о совпадении, я не думаю. Каждого человека как будто ведет. Но я верю в судьбу. А вы вообще цитаты Зарайды читали? Чуть-чуть. Пожалуй. Слял клон, вы смотрели. Знакомый. Смотрели. Это как-то... Ну, в детстве. Самая известная женщина оттуда. Да, Жадя, Жадя, Лукас. У нее была, как бы, духовная наставница, назовем это так, взрослая женщина, которая постоянно сыпала мудрыми цитатами. Мы с друзьями вели паблик ВКонтакте, цитаты Зарайды называется. Она еще до сих пор существует, но его уже, естественно, никто не уведет. Там, да, там море поссорилось с небом, а страдает лодка. И вот это вот все. И она Жаде постоянно гадала на кофейной гуще. И 20 лет она хранила вот эту чашку с кофейной гуще. И первый раз она ей погадала. И осталась только через 20 лет эта чашка. Вы тебе не гадали никогда? Ой. Нет, я вообще всем этим занималась. Естественно, там святки, вот это все. Естественно, мы гадали. Нет, это конечно, да. Это вообще просто, конечно. Жгли вот эту газету, когда ебать все загорелось. Ну, когда смотришь на тень, высматриваешь мужчину. На суженого. Суженый. Когда я клала себе под подушку имена мужчин, и когда утром просыпаешься, я тоже так делала. А ты помнишь имя какое-то? Нет, конечно, я тоже не помню. Но у меня была точно не Валера, то, что кто-то же имя еще не знал, мне кажется, в детстве. Валера. Подумала, фу, Валера. Валера я не напиздан не был. У него какой-нибудь Леша, Саша там был. Валера не было. Там все Саши, но разные. Да. Кто нравился, того и писали, конечно. Но ты что же сказала, это типа баловство? Я имею в виду, вот какая-то гадалка такая. Нет, нет, такого нет. Еще, честно сказать, у меня есть какой-то трепет, вот такое, что я такая, я не хочу вот этого. Не знаю, ничего не надо. То есть я в целом, вот короче, я такая, я туда и сюда вот. Вот я вроде, с одной стороны, я понимаю, я не верю, а с другой стороны, вот мне страшно с этим соприкасаться. Да, я не хочу вот этого вообще. Я ощущаю сильно впечатлительное вообще всегда. Я вот видела, я начинаю верещать сразу. Я как-то, мы на съемки приезжала женщина с картами Таро, и мы, ну для кадра надо было нам это вот разложить, расклад. Она раскладывается, мы три девочки сидели, она нам всем делает расклад, начинает делать на меня, начинает что-то говорить. Вообще, бытовые достаточно вещи, там что-то про карьеру, про семью, какие-то такие вот. Ничего страшного там не было. Но я начинаю сразу плакать. Я сразу начинаю, да, вот это про меня, мою судьбу, я вот так все. Я начинаю, я сильно, я думаю, нахер вообще это все. Ну то есть я впечатлительная вообще-то все не очень. Я ходила на квест, вот это страшный, знаете. Ой, блядь. Во-первых, я хотела рассказать про вот этот прикол. Это не обосралась. Вы видели видос, где мужчины, где парень пошли с девушкой, это в Краснодаре было, Арсен Макушка все это рассказывал. Значит, было в Краснодаре, у них открылся этот квест страшный, и там есть видео, где парень с девушкой пришли на страшный квест, а, там были девочки. Прикол, короче, что девочка как и звонка, такая ходила, а в конце развязка квеста, извините за споди, что оказалось их две, они на самом деле две близняшки, гоняли их по этому квесту. И выходит одна в комнате, ну заходит, херня страшная, они такие, ну ломанулись, другой выход, и другая выходит. Этот парень берет свою девушку и толкает, как бы прикрывается ей. Ну вот человек в страхе, в том числе это сделал. И они, конечно, они расстались, она охерела, таких мы пизделей выдала, дала, что он в критической ситуации, вот на адреналине, так поступил, ее как бы бросил. Ну представь, это же была еще и не настоящая ситуация. Конечно. Он в фейк ситуации, критическую ситуацию так провел. Но все равно не столько человек, ну испугался, что он в испуге вот так поступил. Это на самом деле очень показательно. И я ходила, мы ходили на этот квест, бедный, блядь, Леня Кулаков, Катя Кутюк, мы все с подружками, хотя с друзьями, на этот квест страшно. Я, ну я посралась сильно. Я настолько, что я потом при свете спала еще, наверное, неделю. Хотя я понимала, что это аниматор, бегать, просто орет девочка, там включает, включает свет, она просто орала там истерично. Это просто человек, ничего страшного. Это в Москве он еще есть? В Краснодаре. Ну это в Москве тоже такие страшные. Да, конечно. Я больше никогда в жизни не пойду на страшный. Это пиздец. Я сильно обосралась. Это ужасно. Ты тоже ходила? Я ходила, мы ходили в Москве, я, Саша и Надя. Саша эмоционально была? Блядь, это вообще я, ну я просто, это там какой-то, я причем сказала, давайте на страшный пойдем. Зачем? Там еще есть просто страшный, а есть типа с, как называется, не с аниматорами, а с тактильный, что тебя могут трогать. Ты согласен, что тебя будут трогать? Просто от звуков я обосралась. Когда просто выключают свет, я уже на очке. Ну то есть, это был какой-то из разряда детский приют, который давно заброшенный приют. Ну там уже сразу, автоматически истерика просто. Мне было страшно. Звуки свет, я просто, ну у меня паника, я не знаю, я бы поскорее бы выйти уже. Да, жуткий. Есть же где-то прям, что ты подписываешь, что ты не имеешь претензий, что тебя будут трогать. И там чувак, там, за пилой там за ногу тебя тащат куда-то. Там есть вообще жуткие. Ну какие-то я видела, видосы оттуда. У роста жесть. Это идеальный сценарий для фильм ужасов. Пришли на квест, а все по-настоящему оказалось. Кошмар. Фильм ужасов, это как порно. Есть сюжеты вообще. Все возможные, что у тебя есть. Такой есть про квест? Да. А порно про квест? 100%. Как-то зачем-то смотрели порно-пародию на красную шапочку 60-х или 70-х годов. Порно-пародия есть такая штука? Уже нет. Ты что, это вот популярная? Ой, пацаны. Тоже не вреду. А, не делайте. Что такое порно? Я не понимаю, расскажите. А как сексом занимаются? Нет, там пародируют сюжет, а не порно. Ну, я понял. Ну, порно-пародия. Важно уточнить, на что именно порно. Есть порно-комедия, Мы не видели порно-комедии? Я думаю, что да, но, скорее всего, любая комедия. В Бразилии есть самый жанр порно-комедии. В 70-х снимались. Они, причем, были иногда на социальной темы какие-то, но это были... Сатира? Ну, типа, да, идет сатира, потом трахаются. Сатира трахаются. Типа народ, да и власть. Я думаю, девушки додавали только в путь, вообще. Слушай, я думаю, да, в свое время. Игорь Моменко тоже. И ему тоже. Моменко это, который толстый такой. Анекдоты, который я читал, да. Блин, я обожала. Он швак в свое время, господи. Да, вообще на этом выросло сто процентов. Супер вообще. Дреботенко сильно смешно. А, это еще Ищенко был смешной. Не помню, как он назвал. Ещенко. Ещенко, 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 ещенко. Там был чувак, который пять лет выступал с одним и тем же по номерам с клизмами вот этими. Не помню. Александр Жигалкин, такой продюсер. Он же еще потом в этих снимался, в шесть кадрах. А почему мы об этом говорили? Потому что аншлаг это настоящая магия. Магия юмора. Это просто волшебство. которое, да, в детстве вот у нас так. А мне просто очень нравится, ну вот мы общаемся, так приятно льется беседа, и уже как будто бы... Скажи же, как горды ручей, да? Да, просто прекрасно. Может, вот у Лехи есть какая-то колдунская история? Я вам все, если честно, выкатил, а... А колдунов? Нет, вот же, кстати. Только колдуньи. А мы хотим куклу колдуна пить? Нет, мы колдуна нет. Я не видел, нет. Кукла колдуна, не колдуньи. Как бессонница в час ночной меняет нелюдимая облик твой, чьих невольница ты идей, зачем тебе охотиться на людей? И ты попала к настоящему. Ты репетировала? Колдунов. Я, знаете, просто... Как называется? Вчера... Колдуна, король и шут, ты чего? Я, блин, я не знал. Это мимо меня прошла, эта группа вообще. Правда? Группа тоже мимо меня прошла, но песня нет. Правда? Я не знал. Или как с тебя торгаются, нельзя что-то сказать. Я в какой-то момент узнал про существование. Ты со мной забудь обо всем. Эта ночь нам покажется сном. А, я знаю эту песню. Я возьму тебя и прижму, как родную дочь. А-а-а-а! Нос окутает, шин сигарет. Все вместе ты уйдешь, как настанет рассвет. И следы на постели напомнят про счастливую ночь. А слышали ремиксы, женщины? Эротичный лунный свинь. Там не так. Это кошмар. Иди, сказать тебе не. Там такая клубная. А, кстати, я хотела сказать, что у Короли Шут и у Секторгаза очень, ну, мне лично очень нравятся вот эти все фольклорные какие-то жанры песни. А, не могу сказать, историю какую-то рассказываю. Былина, да? Былина, вот эти все там. И Леши, и вот эти все колдуни. То есть Секторгаза есть классная песня, как парень ехал к своей любимой через лес с нечистью этой всей. И вот там они пытались хватать, и он вот бы доехать, потому что твой дом окружен кругом из соли, и я тебя буду защищен. Очень классно, мне очень нравится эта песня, просто как сюжет. Классно, что вот эти все мотивы деревенско-фольклорные в этой нечисти всей туда как бы проникли музыкально. Это все интересно было. У меня всегда в лагере был самый любимый праздник День Ивана Купала. Мы потому что всегда, ну, то есть, делали какой-то прям классный праздник, когда там шествие русалок с факелами, типа черти водяные, там Нептун, там что-то. Это было офигенно круто, это всегда было просто офигенно круто, классно все. Прыгали через костер, там все. Это День Нептуна называется в лагере, нет ли? Ну, нет, это другое. Короче, у нас просто был, я уже сама когда работала, и мы вот вместе, ну, то есть, моя тетя там работала, моя мама, и это почему-то нас всех так вставляло, что каждый раз, когда вот мы где-то вместе вот работали в лагере, мы вот делали какой-то классный, типа масштабный вот этот праздник. Это супер-эвент был. Это вообще морско-водяная тема. Мы делали именно День Ивана Купала, 6 июля. Кстати, скоро, не забудь оказывать, не забудут праздник Турции. Да, не, реально, это очень вообще всегда было красиво, как-то классно, и мистически, и вообще здорово. Ты где родилась? В Хабаровске. В Хабаровске. В Хабаровске. Ну, колыбель магии. Ну, да, да, да. Ну, Хогвартс и Хабаровск. Да, да. Хабарогвартс. Да. Через реку Китай. Напоследок, могу... Нет, я просто нашел примеры приворотов. Так. Мне, ну, несколько очень понравились. Нужен доброволец. Техники Симорна, Симарона, не знаю, вот какой-то, их несколько, но оба любимые, да, это приворот на тапках. Это, если хочешь выйти замуж, покупаешь мужские тапки. И ходишь? Нет, ставишь их, ну, когда ужинаешь, под стул, как будто ты с человеком сидишь. Напротив, да, и начинаешь визуализировать, как из тапок растет мужчина. Блин, подкаблучник получается. Да, и как вот дойдет до макушки, то он должен позвонить в дверь. Какашу. Класс, я баба срала. Ну-ка, курьер приехал, что вот на нем жениться теперь. Да, сразу тебя подъехал. Мужика из тапок мы получили. Ну, надо какие-то хорошие, качественные, как говорится, славянские тапки брать. Да, или дочь Габана, какие-то богатые, такие кожаные. Но это, грубо говоря, нету конкретного кандидата, ты его визуализируешь из тапок, потому что в тапках же там мужские споры, он как бы просто... Да, Там действительно, наверное, из тапки мужские его такие оставить, там реально человек может... Да, а вот если кандидат уже есть, но пока не пытает пылких чувств, его можно приклеить. Да. Для этого напишите на небольшом листке его имя, а потом подержите бумагу под струей кипятка, чтобы любимый начал париться. Затем положите мокрый лист на солнышко, пусть объект вашего воздыхания начнет сохнуть. О-о-о! Потом погладьте утюгом, он станет гладким, будто шелковым. Приворот по каламбурам пока получается. А теперь можно и клеить с помощью мёда. Для крепких отношений клеим на грудь. На грудь? В область сердца. А тут ложки, если уже как, надо рядом куда-то? Какие ложки? Мне кажется, это женщины, которые ложки могут держать на груди. Ну там как-то между ложек. А для романтических ухаживаний, то есть без углубления, к щеке. Для жарких ночей на зону бикини. О-о-о! Боже! И шугарник сразу сделаешь. Мёд, бумажка, пожалуйста. Если нужно всё и сразу, то несколько бумажек на разные места. Садим именем? И мужик просто, блядь, чё, что у неё происходит? Там я не знаю, смотря... Чё я горю? Может, шесть имён просто. А у нас дети был прикон, это было на сигарете написать имя, которое нравится мальчику, и выкурить полностью её. И всё, укреплялся. Естественно, так сашеклассники вас просто курить учились. И после этого нужно листки или листок убрать в укромное место и ждать? Пока тараканы заведутся. Естественно. Потому что там мёд, всё намазано. Вот такие два? М? Такие два. Ну, ещё есть третий, но это совсем, на мой взгляд, уже не приворот, а какой-то аутотренинг. Нужно просто после душа, если вас позвали на свидание, после душа выйти, встать перед зеркалом и долго себя убеждать, что ты классная. Это, кстати, приворот на зеркале. Это замечательно. Аффирмации, это работает. Это важно себя любить. Кстати, это правда. Нужно сначала полюбить себя, а потом себя будут любляться другие люди. Конечно, если сам себя не любишь. Все психологи говорят. Никто тебя не полюбит. Да, потому что надо себя любить. Но мой любимый, это всё-таки визуализация из тапок. Мне кажется, в поезде ещё хорошо удобно, потому что, правда, кто-то может за тапками прийти. Да. А лучше чьи-то схватить, мужчина за тапками придёт, скажет, женщина, вы что, мы тапки украли? Она скажет, садитесь. Пожалуйста, обувайтесь. Обувайтесь. Я уже курочку разложила. А потом позвонил. Стоят тапки, а сам человек визуализируется на верхней полке, пожалуйста. Да, как он спит, так вот. Можно тропить с пузом. А кошелёк забрать? Придёт же? По-любому. Господи, я видел один раз. Любую вещь. Есть женщина какая-то в запрещенном инстаграме, у неё дофига подписчиков, она постоянно рассказывает, как на деньги заряжаться. И у неё один мой любимый видос. Берёте кошелёк, берёте айфоновскую зарядку, вставляете в кошелёк и заряжаете на деньги. Обязательно в розетку включите, это ну как по-настоящему, чтобы электричество, вставляете кошелёк, всё на ночь кладёте кошелёк на зарядку, и всё, и деньги пойдёт поток. Не разобралась в майнинге вообще. Но близка. Вот эту стадию биткоина минуем, сразу электричество в деньги делаем. Можно же просто, а какой кошелёк сейчас? У кого-то есть кошельки, мне кажется, сразу к банковской карте. Ну, у женщин, мне кажется, есть кошельки. Ну, у взрослых. У неё у мамы есть кошелёк. У неё у мамы тоже есть кошелёк. Ну что, в принципе, мы поняли, что обсудили всё. Очень интересно. Да, спасибо. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, то мы не знаем, что это такое. Блин, я люблю такое всё. Вам было прикольно? Да, но с вами было очень интересно общаться. Нам тоже очень. Мои ваши восторги. Это один из лучших вечеров. Действительно, вот вы действительно представители того каста мужчин, которых можно слушать бесконечно просто. И это уже, это невероятно... Комплименты это? Нет, это невероятно обаятельно. И харизмой, ну, то есть, какой харизмой нужно обладать, чтобы вот просто вообще я бы слушала... Девочки, обращаю внимание, оба без кольца. Просто вам... В середине гвозик, пожалуйста. Оба без кольца сидят, так что ссылки указаны в описании. Думайте дальше. Я уже вас направила, вы дальше сами. Да, а теперь пойдёмте, мы приготовили для вас капище, сейчас принесём жертву. Кар-кар-кар, ребята. Спокойной ночи, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова